Приветствую вас. Пожалуй, вопрос, который вы задаете, можно охарактеризовать так. Итак, само понятие «правильно» или «неправильно» у людей, в том числе и у детей, очень сильно, серьезно различается. И в общественном смысле слова правильно то, что не несет вреда другому человеку. То есть, правильно написано, что не несет угрозу. Если есть такая угроза, то следует донести детям о том, что такая угроза реально существует. И только так, через понимание этой угрозы, через осознание вреда, через принятие позиции детей, через допущение, скажем так, ошибки при познании любого опыта, при получении любого опыта, можно добиться того, чтобы дети выросли теми, какими вы хотите их видеть. Есть только одно небольшое для вас пояснение с моей стороны. Дело всего заключается в том, что у вас был, как вы сами пишете, определенный перегиб. Перегиб у вас был с младшей сестрой, в общем, с кем-то из ваших родных. Не очень, правда, понятен смысл этого перегиба, то есть, что вы хотели этим сказать, что вообще произошло, возможно, вы или сами не отдаете себе в этом манжете, или, возможно, с этим нужно разбираться по подробнее, но суд в том, что вас это впечатлило. И впечатлило это вас достаточно сильно, что теперь вы не можете спокойно смотреть на то, как дети делают что-то неправильно. Но вы всегда себя одергиваете в этот момент. Вы всегда стараетесь, я не говорю, что у вас это будет всегда получаться, но вы стараетесь спрашивать себя, рационализировать то, что происходит с вами. А именно, вот то, что я считаю неправильным, Оно неправильно-то ведь только для меня. Для детей-то ведь оно, может быть, не является таковым. Если я считаю, что это неправильно, то, возможно, детям стоит объяснить, почему это так. Возможно, детям стоит донести, почему это неправильно. И вот это, пожалуй, и будет тем, что вам нужно сделать. Это, пожалуй, и будет являться ключевым, краеугольным, правильным вектором вашего поведения. Первым вектором вашего поведения это будет являться. А второй вектор, вы говорите, я не могу смотреть на то, как мои дети делают что-то неправильно. Заметьте, вы говорите, я не могу. То есть, вы не можете смотреть почему-то, как дети делают. То есть, происходит перенос. Происходит перенос ваших собственных эмоций на детей. Вот чтобы этого не было, а перенос эмоций происходит, почему? Потому что они не были выражены. Они не были выражены должным образом ваших эмоций. Не были просяты. Не были проработаны. Не были поняты вами. А собственными не были выражены истинные, настоящие понятия. И из-за этого ложные понятия вами руководят. И, соответственно, точно нужно проработать. Это то, что вам необходимо сделать. Для того, чтобы дети, ваши дети, не страдали от того, что вы не можете что-то принять из того, что они делают. Ведь у детей свой опыт. У детей своя жизнь. У детей свой путь ошибок. Ошибок, путь, переживаний и так далее. Это все у детей есть. И вам необходимо для себя это понимать. Чем лучше, чем четче вы это поймете, поймете, что вами движет страх. Ваш собственный страх. Тем лучше для вас будет жизнь. И тем лучше жизнь будет для ваших же детей. Это то, что вам необходимо для себя понять. Пойдем на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.